Не донесли? А ну выкини им, они съедят. Поделила по-честному. Два куска кексов на три части. Вот Саши часть оставлю. Катя отнесла и свое положила на холодильник. И тут смотрю, воровство-то у нас процветает не хуже, чем в путапарте. Ворона взяла мой кекс и пошла. Вот это вот, вот это вот. Сейчас я тебе дам булку. Я тебе принесла булку. Я поняла твою боль. Я поняла твою проблему. Свеженькая булочка. Нет, нет, все нормально. Покрушишь ей немножко? Давай, вначале надо маленьких накормить, чтобы они уже не плакали. Корм уже весь съеден, еда закончилась. Мама говорит, шух-шух, шух-шух. Поэтому мы тебе и закрыли твой ужин. Они ж могут покрасить. Вот. Что это было? Вот, я котяткам купила. Сходила сегодня, пошопилась. Надо будет потом посмотреть, какого оно фасона, дизайна. Может быть, маленькие для маленьких хотят. Может быть. Ну, Рыжик тут, смотрю, он так укоризненно приходит, смотрит. Ему любые подойдут. Он говорит, ну что, не положили, что ли? Сами, небось, поели, говорит. А мне-то не положили. Я купила раги. Раги хлеб. Смотри, коричневый. Если захочешь, отрезай. Вот он будет в двери на нижней полке. Скучаешь, наверное, по-коричневому? Вот в Джерман Беккере. Да, есть такой. Мне тоже показали русский. Поэтому иногда покупаю. Давай тебе сейчас отрежу. Съешь же два куска-то белые, ты ничего. Давай, ага, сейчас отрежу, принесу. Вот, посмотри. Мне кажется, они делают без дрожжей. Держи. Вкусненько. Я вчера даже не показала, что там было внутри. Очень-очень вкусно. Мы Аме тоже предложили. Она говорит, я стесняюсь, я боюсь, что вам не хватит. Мы говорим, у нас всегда, вот как бы мы не готовили мало на двоих, у нас всегда получается на четверых. Поэтому наоборот, нам очень удобно, если кто-то есть рядом, с кем можно поделиться. Приятного аппетита, хорошего завтрака. Приглядывай, приглядывай. Тут вот это вот, вот это вот. Но они, наверное, на хлебушек, кстати, у них просто полетели. Да не особо-то. Она говорит, чизкейки-то получше ей глянулись. Говорит, хлебушек такой я видала. Вот, у меня тут софа для махарани. Сделала. Да, очень удобно. Только надо, откуда у нас солнце бьет, надо повесить мне какую-то простыню. Вот туда, да, наверное? Чуть-чуть прикрыть балдахин. Нужно как-то соединить вот эту синюю и вот с этой. В общем, сейчас придумаем. У меня всяких же разных. Я Парео покупаю не ради Парео, а чтобы поддержать малый бизнес вот этих вот девчонок. Немножко порадовать. А у нас сегодня с тобой предстоит еще большое дело. Ковер на стену надо вешать. Очень не терпится. Очень не терпится. Давай вначале сделаем это важное дело, а потом все остальные неотложные. Я даже уже решила, пусть пока на булавочках. Если будет совсем уж неприглядно, мы сделаем какие-то красивые петелечки. А пока вот мы... Ну, кажется, хорошо, практично. Да, ну, лишь бы булавочки не отваливались. Давай, я буду тебя держать. Сейчас выключу камеру, буду тебя держать. Смотри, она казалась гигантской, а на самом деле она прямо идеальная, нормальная. На скотч, да, ты хочешь на двухсторонние? Хитрости. Лайфхаки. Ой, мы даже вентилятор не выключились. Ты уже так смело полезла с вентилятором, мы просто забыли. Он же может по голове шандарахнуться. И сюда. Смотри, он чуть-чуть ковер-то перекосился. Вот так вот все-таки... Все-таки сильно не надо его в угол, значит, загонять. Не хочет. Вот так, да, не хочет. Вот так он хочет. Вот. Я ему идеальную... Вниз. Да. Так, и второй кусочек. Это обои Indian Style. Вот такие у нас фотообои. В принципе, многофункциональные. Да. Я тебе потом покажу мои прошлогодние драгоценности для творчества. Может, что натворим с тобой. Я привозила... Я же занимаюсь декуфажем. Кстати, йод. Кто-то говорил, что коленку ушиб, йода нет. Вчера я говорю, а сделайте йодную сетку. На рынке подошла зрительница. Я говорю, упала сразу. А я, кстати, говорила, что нет йода, дали ей какой-то антисептик просто. А я, да. Ей тоже дали антисептик. А я с собой йод всегда привожу. Я знаю, что облепиховое масло от ожогов и йод всегда привожу. Облепиховое масло рано заживляет? Смотри, если что, можно вот на декупировать какие-то баночки. Я не умею, но если вы мне покажете, как... Конечно, да. Я, видишь, с собой привезла. Во-первых, белая краска. Это можно горшочки декупировать, еще что-то. В среду будет рынок. Я куплю пару горшочков таких для ламп. Вот, достань. Это клей ПВА. Да, я помню, что там вроде как клей используется. Вот. Так что посмотри у нас с тобой, какой для творчества размах. Если нам будет с тобой делать нечего долгими зимними вечерами, мы с тобой вот можем заняться. Я тоже дома были совместны. Я Катюшку... Ой, Катюшку Надюшку в этом... В России в Путапарте соблазнила. Вот, смотри, что еще какая у меня идея. Надо найти или красивые коряги, корни, или красивые пальмовые. Знаешь, вот такие есть вот как... Не знаю, как вот у них такая палочка. И палочки, палочки, палочки. Покрасить их белой краской. Посадить их в какой-то горшочек. Повесить гирля... Вот эти вот. И у нас будет Новый год. И поставить это вот туда. И отправляем до моего отъезда. Да, какого ты уезжаешь? 20-го. 20-го? Я Саше сказала 25-го. А какого возвращаешься? 4-го. 4-го вылетаем. Я думаю, 5-го здесь будем. Ясно. А я вот смотри, выставила свою лампочку, вот как на берегу-то. Можно здесь делать романтичные вечера. И вот такие штуки, кстати, тоже можно декупировать. И ракушками можно декупировать. И как раз салфеточками. Вот здесь вот почистить с этой стороны. Будет очень красиво. Ветром не задувает. Да, вот это очень удобно. Я даже Саши сказала, чтобы он купил свечи. А это чего? Это тоже для палочек, по-моему. Ставишь как-то палочку. Нет? Я не знаю, для чего это. Что у тебя за секретики? Показывай. У меня тут много чего, но еще там не все. Пошли на этой. Сейчас я покажу. Покажешь свои драгоценности. Это тоже твое. Вот. Теперь совсем, совсем. Любуюсь прямо, Катя. Мандалу ведь тоже можно куда-то приклеить. Здесь покрасивее. Потому что не было крючочков. Я ее сюда повесила. Катюшка мне мандалу подарила. Но я думаю, она должна где-то там. Кать. Пока не забыла. Кать, давай мы приклеим вот сюда мандалу. Она же красивее смотрится. Я просто нигде ничего не нашла. Никаких крючков. Ее можно даже повесить. Вот моя вот болтается. Ей нравится крутиться. Ну, давай повесим тогда. Есть ниточка? Есть ниточка. Сейчас принесу. Угу. Первая часть марлезонского балета. Драгоценности. Мы друг другу драгоценности свои показываем, девочковые. Так, это я вообще привезла тоже, может быть, что-то поделать. Это такие штучки, на которые можно вешать кулончики. Ага. Кулончики по типу вытеки. Кулончики можно потом продавать. Да, или это я думала, может быть, как сережечки. Да, как серьги. Такая же мини-мандала. Да. Вот как-то. Такие вот тоже, как подвесочки можно делать. М-м-м. Такие вот. Ну, это как эти. Ну, это тоже такие штучки. Все как заготовочки. Это, ну, типа, вот, был браслет. Ага. Так, все для браслета. Это мамины подарки. Маленькие камушки такие. Мультикалор летний, веселенький. Да, кстати, можно приносить. Носи, конечно. А что ты не носишь-то? Темные на защиту. Если ты так много среди людей крутишься, вешай черные. Защитные. А, это мои драгоценственные. Куда спрятала? Сережечки мои. Браслетики на ножке. Вот сейчас надо, надо сама сделать. Но они уже после моря такие немножко. А мой браслет ты тоже сама сделала? Или он продавался с этими? Да, сама сделала. Сама выбирала. А, да ты что? Да, я думала, где же она нашла все, что мне нравится. Чтобы были и совы, и слоники. Думаю, вот это магазин с браслетиками. Да, у меня тут вот магазин на диване. На диване. Да, вот такие сережечки тоже. Все покупала, вот как бы выбирала. Вот у нас, я говорю, в Минске как бы есть магазины. Это то бишь ты везла с Минска. Ты знала, что ты со мной встретишься? Браслет? Да, я хотела вот с вами встретить. Думала, ну, может быть, на пляж там подойду. Ну, то, что жить здесь буду, и вообще не подозревала. Видимо, ты сильно хотела увидеться. Ты тоже приезжаешь в Агуа, тут все материализуется. Да, да, очень. Либо хорошее, либо плохое. Но все, что хочешь, получше для опыта. Ну, чем мозг заполнен к тому, и как магнитом притягиваешься. Вот для сережечек такие штучки. Вот этими штучками я хочу тебе что-то передать, потому что они как бусинки. Можно даже на елку поесть. Ой, точно, давай, на елку. Они такие яркие, вот, мне очень нравятся. Был большой такой один бусин. Угу. А я ее разобрала, вот, и поделала такие вот. Ой, прикольно, давай, ага. Я поищу какие-нибудь коряги, которые будут притворяться нашими рождественскими елочками. Вот это тоже такие вот. А потом ты приедешь, я тебе передам мою елку. Хорошо. Ой, 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 как у нее много-то всего-то. Какие можно браслетики делать. Ой, серьги, смотри, с гитарами. Смотри, говорю, с гитарами. Как будто она не видела. Ну, и ключ, и птич. Ну, тут на самом деле мальчик, и птич. Было еще раньше больше. Раньше я и лепила вот это все из глины. А, это? Да, это все я, кстати, сама слепила. Да ты что, как много вложено собственной творческой энергии, труда и любви. Здорово. Такая прямо вот сухая. И вот эти шарики сама лепила? Да. Прям вот так крутила и такие ровненькие вышли? Да, я даже продавала, ну, занималась, потом немножко разочаровалась, потому что, ну, бывало, что рассыпалась. То есть ты вложила энергию, она так пах, и рассыпалась. Ну, значит, надо с клеем ПВА, значит, смешивать, чтобы не рассыпалась. Ну, что-то так было, да. Я вам потом эти фотографии покажу. Найду, найду, покажу еще раз. Может, кто-то не увидел. Очень часто кто-то начинает, первый раз заходит на канал. Вот. Сейчас я найду среди своих драгоценностей браслетик, который мне Катя сразу подарила по приезде сюда. С шифровкой надо. Так, ну, давай, расшифровывай, раз уж оказалось, что он не просто куплен где-то на рыночке, а каждая бусинка собрана и слеплена с любовью и трудом, расшифровывай тогда. Что к чему? Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Что ты имела? Что ты имела? Так, и здесь у нас, значит, все как бы связано с Индией. Вот это слончик, вот клевер на удачу, это дерево желаний. Скалпа в рикшам. Да. Это вы, маленькая собушка. Рядом с вами вот Саши, большой собушка. Ручка на благословение. И Фатима ладонь удачи. Да. И вот листоченька такой тоже. О, как здорово. Получается семь всего вот этих вот. Семь это счастливое тоже число считается. Здорово, как хорошо, что зашел разговор об этом, что у тебя появился шанс объяснить. А так глубоко я даже не знала просто вот. Здорово, спасибо большое еще раз. Супер, супер, очень приятно. И еще покажу я вот свои инструменты, которыми работаю. А, тут еще завалилось. Все это для создания бижутерии, для работы. А ты видела, может, у меня Светочка из Москвы, в которой мы ездили тоже, какие она делает вещи красивые, браслеты, серьги. Ты пропустила, да? Ну, ты просто недавно начала смотреть наш канал, мы у нее несколько раз были. Я даже делала видео, как она творит. И вот как раз у нее тоже вот это все тебе надо будет посмотреть именно это видео. Я тебе пришлю ссылку. Только ты мне напиши ВКонтакте, а то у меня это много людей мне пишут, я тебя потеряла. Ты же мне всего один раз написала. Ну, давай, показывай дальше свои драгоценности. А я тебе покажу, чего она творила, Светочка. Вот, и еще покажу, что у нас тут есть. У нас тут есть гелевые ручки. Гелевые ручки. В общем, даже если будет день-два простой, то здесь есть чем заняться долгими зимними вечерами человеку с творческим потенциалом. Ну, что это за дяденька такой? Чего это он такой веселый? Это специальные такие ручки для рисования. Сейчас я покажу, что я им пыталась рисовать. Вот, даже как бы для развития творчества, для фантазии. А краски по ткани у тебя есть? Тебе там надо туничку-то разрисовать. Мы решили, что... Если найду где-то здесь, то я... Я сегодня, напомни мне, я сегодня нашла магазин с ниточками. Я его сфотографировала. Я тебе, да, они плетут вот эти вот лавцы снов, все такое. Я посмотрела, что они как раз тонкие. Я тебе скажу, куда идти и покажу фотографию. Может, тебе подойдут. Я даже на видео сняла. А я тебе покажу вот, что она делает в Москве. Понимаешь? Вот она покупает вот обломочки камней. Специальные такие набранные в магазинах специальных. Швензы, застежки, украшения. Очень красиво. И вот это получается браслет. Вот к ним серьга. Серьги, вернее. Там вторую я не стала доставать. Смотри, как, да? Потрясно. Иголочки, вот эти пины. А на каждую... Вот почему я сразу про Светочку-то вспомнила, что у тебя вот эти кусачки или как их... Да-да. Вот она это все собирает. Правда, здорово, да? Очень здорово. И так видно, что вот качественно рукомастер. Очень качественно. Вот, Светочка, еще раз спасибо. Глаз радует. Глаз радует и вдохновляет. Скажи, вот вдохновляет, да? Сразу захотелось в голове наверняка что-то сделать. А мы сделаем. Сделаем обязательно. Очень хорошая бумага. Вот то, что я наклеила мандалу. Вот эти разные картины такие. Бумага вот толстая, и она не промокает. Ну, у меня просто как бы времени нет. У меня творчество в монтаже, поэтому нету времени сидеть. Я даже не нервничаю. Не надо, как вы расслабляетесь. А мы не напрягаемся. Мне не надо даже расслабляться. Я не напрягаюсь. Моя мандала, это мое видео. А это у тебя что? Книжечку купила. Ой, у тебя там... Мандала, другие приемы в блокноте развития и креативности. Здорово. Я видела у нас... Если в грустный зимний вечер, то можно вот сесть... Грустный зимний вечер плюс 35 под пальмой. Сесть, прогнать обезьяну, ворону, взять кокос. И уже не грустить. На этом можно ставить точку. Особенно, если еще искупаться в океане. У нас сейчас открылись... Ну, может быть, они давно открыты. Магазины для рукоделия Леонардо в Питере. Я видела. Такой огромный выбор. Вот это тоже в том числе такие альбомчики я там видела. У вас тоже есть в Минске такие, да? Вот открылся Леонардо, да. Да? Так и называется Леонардо? Интересно. А какая это фирма? Я так понимаю, что это вот из России как раз таки. Думаешь? А может вообще откуда-нибудь из Америки сеть магазинов, как Макдональдс и там, как франшиза. Это я пыталась тоже рисовать. И вот эти черные вот эти вот ручки как раз для вот этих вот уробных уроков. Просто и мне очень удобно, они не рисовываются. А, то бишь, квадрат пустой, что ли? А ты начинаешь рисовать чего хочешь? Да, я не рисую, да. А, вот оно что. Очень приятно, конечно, поселиться рядом с творческим человеком. Это вдохновляет. Друг друга, получается, взаимно вдохновляем. Но пока сидим, тут советуемся. А давай, смотри, а можно так сделать? Я даже не знаю, может, после вчерашнего чая я, конечно, помолодела. А может, от общения с тобой. Ну, скорее, из-под чая. Надо еще и спичь. Надо еще. Какой-то молодильный чай, молодильные яблочки. Он вообще потрясный. Я это обалдеть. Да, не забудь скотч еще, ножнички забери. Ну, что, вот заняться есть чем? Есть, есть чем. Не на любуюсь, на стену. Теперь же можно, я же теперь, мне показали дурной пример, клеить крючочки. Теперь я буду и сюда, и туда. Теперь только держись. А я еще ехала, я думала, может быть, что-нибудь на стене рисовать. Я же не думала насчет манды. Так что можно... Ну, опять же, рисовать не каждая хозяюшка согласится, а вот крючочки повесить, скажем потом, ну, отдерем мы, или пусть лежат, кому они мешают. А так, я видела, люди рисовали на стенах в съемном жилье. Год за годом снимают и рисуют. Такие вот сокровища. Сокровища, да. Замечательно. Ну, как мы хорошо провели плодотвор на утро. Где там, рыжий-то не пришел наш? Так, что у тебя, какие у тебя есть тут творческие? Вот будто зажигалка для масштаба. Сделай. А, побольше буду. Ты его слепила сама? Да, но он такой. Корявенький. А из какой глины? Из обычной глины? Из полимерной глины. Да. Она разных цветов есть, да? Как здорово. Надо же. Какая молодец. Это я лопс люблю тоже, 108-листный. Покажи побольше. Увели. Вот он вот такой. Пыталась его складывать. Это вот все 108 лепестков. Здорово. Вот здесь большие, маленькие. Ну, вот дотационный ряд. Молодец какая. Это маленький был лото для подруги. И вот он уже в готовом варианте такой, в коробке из-под торта. Интересно работать с полимерной глиной? Да, интересно. Я видела в интернете, но я не работала. Интересный материал, потом вот он запекается, но я не работала. Она как пластилин сама по себе. То есть лепить, в принципе. А где запекается? В духовке, что ли? Можно в духовке, но там еще важна температура, потому что может сгореть. А у меня аэрогриль. То есть выставляешь температуру, выставляешь время. И она тоже продается в Леонардо? В Леонардо, думаю, что тоже есть. Я покупала у нас какие-то тоже были магазины. Хобби Лэнт, что-то в этом роде. Ну, в общем, магазины для хобби. И вот такой вот лотос. Здорово, классно. Вот такой вот кореи для пельсинки. Так, ну ты мне скажи, ты что-нибудь наснимала для своего будущего канала? Хотя бы один маленький роличек. Все равно же меня все будут спрашивать. А у нее есть свой канал? Вот тебе сейчас как раз шанс его открыть и показывать, делиться своей жизнью. Потому что это же интересно, как тут живут девушки смелые. Ну, что-нибудь сделала? Я снимала первое видео, снимала вот так. Правильно, правильно. Что вы думаете? Я посмотрела, оно как будто бы вот так снималось. Нет, нет, так думаешь? Да, у меня камера просто, у меня еще эта селфи-палка есть. И я на нее, как на штатив. Штатив на кусты. И давай снимать. А оно все равно почему-то перевернулось в видео. Ну, покажи, ну, покажи, как оно показывает. Удалила. Я могу показать, как я вчера Индусика поснимала. Ну, покажи, как Индусика поснимала. Поперек или вдоль? Вот так. Ну, покажи, как она, что она тебе глюет. Ну вот, нормальный, показывай. Да, у вас хорошо получилось. Это они такие современные Индусики. Они строили там такое интересное шоу. Вот такая девушка красивая, в таком прям супернаряде. Радостан. Там у них вот мужчина с барабаном сидит. Прям принесли какой-то усилитель, я так поняла. Они там пели, плясали. Ты в ночном клубе вот раздавала флайеры, а потом вы немножко посидели, да? Как интересно. Какие веселятые. Кто в основном посетители ночных клубов? Иностранцы или Индусы? Вот этот район, там много русских вообще живет. Это Арпора, да? Да, и получается, там вот хозяин этого клуба, он индиец, но учился, как я поняла, в России. Хорошо знает русский, вот экскурсии там тоже проводит на русском языке. И ориентирован, как бы, ориентирован на русских. То есть там и меню есть на русском, и там плакаты какие-то. На всякий случай, когда будешь выставлять на YouTube, аккуратнее с музыкой, потому что особенно индийская музыка, она часто принадлежит там целой куче индийских компаний, поэтому там сразу проверяет программа особенная, и тебе присылается на мейл сообщение. А-та-та и ай-яй-яй. Поэтому вот с музыкой очень аккуратно, максимум, ну, секунд 25-20 чужую музыку можно. Потому что после полуминуты программа ее уже распознает. И тебе шлет возмущение и все такое. Я вначале просто в шоке была, перепуганная такая, я тут же удаляла целое видео от страха. А сейчас научилась. Как иллюстрацию можешь вешать, немножечко мультика, немножечко фильма, если тебе нужна фраза какая-то из фильма, типа того, что не я это предложила. Раз вырезаешь из фильма, из того, и вставляешь. Это можно. Даже на YouTube там написано, правило YouTube, что как иллюстрацию можете, маленькие кусочки можете. Но чужие видео нельзя скачивать и выставлять. Плагиат, что ли? Да, плагиат, конечно, авторское право. У меня было, что мое стырили, и мне пришло письмо. Я тут же заявку написала, все такое, авторское право. Разбирались с этим. К тому запретили мое выставлять. Вот так вот. Это такая школа блогера. Сидим тут на фоне обезьян. Учимся. О, сок векли камбэк. Векли? И капут? Да. Давай. А чего не хочешь сока? Тростникового полстаканчика в дорогу. Да, да, да. Ну, она, наверное, застеснялась немножко. Сейчас, секундочку, минуточку всего лишь. Да, он говорит, литр принес на всех нас. Холодненько. Тебе первый налью, раз ты торопишься. Ну, вот так. Вот достаточно? Да, да, да. На здоровье для меня. Мы очень любим этот тростниковый сок. Но он, да, он лучше, вот когда он свеженький. Как только его, как только его купишь, лучше сразу и пить. В холодильнике он стоит. Он еще что-то сладенького купил. Покажи, покажи, чего ты. Так. Я первый раз, когда попробовала, просто так была приятно, удивлена. Боже мой, неужели, такое вообще вкусное, что-то сочное. Очень вкусное. Дарлинг, ремейк. Very good decoration of our apartment. We tried very hard. Да, мы тяжело с тобой трудились. Особенно я снизу, держа камеру. Ой, гулаб джамун. А что еще? Будешь сладкого гулаб джамун? Ой, ну подожди, тогда сиди. Это индийские сладости. Barfi. Put put for her сюда. And one barfi put. Because she's harry, иначе она убежит. Надо попробовать. Вот гулаб джамун. Индийская, очень сладкая сладость. Я уже привыкла. Они вообще, в принципе, достаточно сладкие, слаще наших сладостей. Первый раз загадывай желание. Мама, дай мне мою тушь. Да, загадывай. Вот, джуз, джуз. Загадывай, давай. Да, загадывай. Скажи, вообще-то, скажи, минусы с блогером рядом жить. Даже нельзя укусить ничего без камеры. Все правильно, что я лезу в тарелку, в рот, в комнату. Все окей. Скоро сама такой буду. Надо еще перенимать опыт. Точно, точно. Кстати, иногда бывает, что страх, то вдруг выгонит, если снимать. Ну, а ты потихонечку, по-шпионски. А потом вот такую купишь, как у меня, тогда она будет менее заметна, чем камера. Я, кстати, вот сюда, когда собиралась, уже присматривала. Вот смотрела, какую вы камеру. Ну, там, в каком-то видео рассказываете, какая у вас камера. Тоже присматривала, сколько стоит там, примерно. Что, может, подкоплю. Ну, я с тобой взяла вторую. Ты, если хочешь, ты можешь потренироваться маленькой камерой. Я тебе дам ее. Она, правда, сейчас покажу. Она, правда... Чего она, правда? Ну, сейчас покажу, чего она, правда. Я ее уронила, поэтому вот эта штука, она не закрепляется. Или ее надо чуть-чуть приклеить как-то. Потому что, когда снимаешь, треск немножко стоит, и он слышен в кадре, этот треск. Я тебе покажу. Вначале меня очень бесили эти камеры. Мне казалось, лучше бы взять большой вот такой фотоаппарат и им снимать. На самом деле, они оказались самые идеальные. А вот это еще идеальнее, чем вот это. Потому что эта белая ее видят, а черная вообще никто не видит. Вот ты держишь ее вот так на уровне груди. Люди не понимают, да, что ты снимаешь. Сейчас покажу, как ей работать. Так, вот, смотри. Научилась, да? Научилась. Долго ли? Умеючи. Вот тебе, значит, мешочек. Есть, снимай. Вечером отчитаешься. Хорошо, значит, интродакшн на телефон, остальное на это. Да. Смотри, клади ее объективом кверху, вот так, чтобы не поцарапать объектив. Иногда чуть-чуть хлопчиком вот так вот протирай объектив, потому что мало ли какая капелька попадет, пылинка, да, и будет портиться кадр. Вот так, чтобы не сильно наждачкой. Вот. Застегивай, одевай и пробуй. И пошел. Иди, да. А потом я тебе покажу просто, как я монтирую через руку, вот так. Ага. Угу. Все. В бой. С Богом. С Богом. Да. Хорошо. Ну, тогда в холодильник, потому что иначе муравьишки прибегут. С чаечком. А, дарлинг, this is for you, also I buy. You want I make chai? I want chai, but not. Ага, ага. Очень вкусненький ест. Ты что тебе купила? Ага. Я ладу тут тоже, когда первый раз попробовала. Ой. Понравилось, да? Очень понравилось. Я же просто насмотрелась, они там в махабхарате постоянно ладу-ладу тут где его ест. Надо же мне попробовать, что что за лакомство такое. Ну, ты кружку допивай, я помою, давай мне, ага. А то побежишь опять открывать. Ой. Чуть-чуть осталось, если что, если там будет. Я все время в марсу приезжаю на рыночек, и еду к этой вот соку-делке. А, тоже пьешь, да, любишь? Нет, мы показали, я теперь без сока не ухожу. Да, очень вкусно, очень вкусно. Они туда имбиря добавляют, немножко лимончика, мяты. Ну, иногда чего попросишь, иногда весь микс добавляют. Давай, тебе тоже хорошего дня? Ясно вкусно. Все, до вечера, ага, увидимся, услышимся. И можно пораньше придем. Хорошо. Давай, наслаждайся. Bye-bye. Good business. Хорошей работы. Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует...